Друзья, всем привет! В этом видео мы разберем пару важных вопросов по бренду Идемитсу. Первый вопрос. Почему применялся логотип? Это было раньше, это сейчас. Второй вопрос. Куда с упаковок ушли допуски Илсак GF5? Раньше было IPSN Илсак GF5. Сейчас просто IPSN без Илсак. Поехали! Смена логотипа произошла уже очень давно, еще в 2019 году. Связано это было с тем, что Идемитсу Касан в Японии решает унифицировать все свои АЗС. У них по Японии 6400. Они купили Шоу Шел Сейкию, структуру, которая была тоже своей станцией АЗС, маркированной, брендированной Шеллом, естественно. Поэтому они решают унифицировать, делают общий знак Apollo Station. То есть больше нет заправок Идемитсу, нет заправок Шелл, есть Apollo Station. Поэтому логотип этот, который мы видим с вами на новых упаковках Идемитсу, он уже принят в 2019 году, где-то примерно в середине года. Но до масла он дошел только сейчас, потому что японцы все очень медленно делают и согласовывают. На официальном сайте Идемитсу мы видим ту же самую абсолютную картину. Знак корпоративный у них один, видите, вот вверху. Сейчас показываю мышку на него. А на упаковках, которые на официальном сайте Идемитсу сейчас расположены, еще старый знак висит на металлической таре. Хотя он тоже, конечно же, будет уже изменен в ближайшее время. Поэтому это абсолютно нормальное явление. По логотипу разобрались. Причем это еще не конечный вариант логотипа. Он еще будет видоизменяться, возможно, чуть-чуть. Сейчас они над этим работают. Но это, опять же, наверное, вопрос там в следующих пару лет. С логотипом разобрались. То есть все новые продукты, они будут идти уже с новым логотипом постепенно. Вытесняют старые помаленьку. Это касается тоже и металлической тары. Куда делись допуски по Илсак GF5 с металлической тарой и с тарой, которая сделана в Таиланде и во Вьетнаме? Дело в том, что в июне 2021 года у Идемитсу кончилась лицензия по Илсак. Да, так тоже бывает с такими крупнейшими структурами. Напомню, что Идемитсу это вторая по величине нефтеперерабатывающая структура в Японии. Крупнейшая, поэтому они, естественно, придерживаются всех законов. Сейчас они, конечно же, получают допуск по Илсак GF6. И получатся в ближайшее время. Думаю, что партии с допусками по Илсак GF6 будут появляться у нас на рынке уже в течение месяцев, полутора максимума, не больше. И что касается и японской тары, и что касается тары пластиковые. У меня есть письмо официальное, которое подтверждает то, что я вам сейчас говорил. Вот Идемитсу, соответственно, здесь они объясняют, что переход на Илсак GF6 состоится в ближайшее время. Поэтому пугаться этого не стоит, это абсолютно нормальное явление, это показатель того, что компания придерживается всех законов японских и мировых. Это хороший показатель на самом деле. Вот из-за этих изменений очень много слухов и михов в сети разных о том, что Идемитсу стала поставляться из Вьетнама, из Таиланда, что больше не делают в Японии, что ведут к нам из стран Азии каких-то непонятных. Ребят, ничего не поменялось. Вы прекрасно знаете, что я в Таиланда очень хорошо разбираюсь, поэтому поверьте мне, тара японская, это на Гауссекам, ничего не изменилось абсолютно. Маркировка завода японская, тоже ничего не поменялось. Тайцы, вьетнамцы вообще по-другому маркируют свою продукцию. Никто специально подделывать это не будет. Поэтому маркировка чисто японская, ничего не изменилось. Мы чуть попозже с вами на складочи сходим, я вам покажу там по коробке, еще там нюансы, пара нюансов есть, которые подтверждают, что тара именно из Японии привезена. Что касается продуктов Идемитсу японских и экспортных. В Японии Идемитсу продается в крупной таре упаковки. Мелкая таря 4-х литровая Идемитсу в Японии не продается. Только через интернет его можно купить, хотя она на сайте и представлена. Но тем не менее, в рознице Идемитсу в Японии нет. Даже на фирменных брендированных АЗС. Там все продукты, все масла продаются с помощью раздатчиков из крупных нинкостей. Поэтому мелкая тара, она идет только на экспорт. Это абсолютно нормальное явление, так как в Японии Идемитсу это и, собственно говоря, не нужно. То, что продукт экспортный, не говорит о том, что он привезен не из Японии. Локализация. Банк локализируется на стадии печати принта. Это тоже абсолютно нормально, так как это экспортный вариант. Это касается многих японских упаковок, таких что Castle, например, или там автобакс, или какие-то продукты, которые идут экспортные. Они тоже зачастую локализуются на стадии производства. У японцев есть свои нюансы маркировки тара, в том числе и картонных коробок. Если мы перевернем любую картонную коробку, которая сделана в Японии, то увидим с вами дату производства самой картонной коробки. В данном случае это 21 год, 5 месяц, 26 число. Японцы маркируют все, без исключения. Если мы посмотрим на коробку Эдемицу, которая сделана в Таиланде, то она будет маркирована у нас на боковой части упаковки. А на нижней части упаковки у нас никаких маркировок не будет. Это касается любой тары из Таиланда. А все, что сделано в Японии, любая упаковка абсолютно, например, Honda Ultra Green. Переворачиваем. Видим с вами маркировку ту же самую, абсолютно. 2019 год, 6 месяц, 21 число. Honda Ultra Next, тоже самое. 2019 год, 6 месяц, 25 число. Что я сейчас с вами посмотреть? Давайте еще какую-нибудь коробочку найдем. Dassel, коробку, например. Посмотрим. Здесь тоже стоит маркировка обязательно на нее части упаковки. Все японские тары маркируются в картонной, обязательном порядке. Без вариантов. И ставится маркировка на нижней части коробки. Мне часто задают вопрос, насколько велика может быть погрешность в весе между одинаковыми продуктами, но из разной партии. Вы все прекрасно знаете, что у нас есть второй канал, на который мы завешиваем все продукты. Я уже перевесил их там больше тысячи штук разных продуктов. Поэтому могу с уверенностью сказать, что одинаковые продукты из разных партий могут иметь погрешность в весе в среднем 10, 15, 20 грамм. В редких исключительных случаях, что касается Мобила и разных сторон производства, допустима погрешность до 30-40 грамм. Но что касается продуктов таких среднеэстетических, то разница получается максимум 10-15 грамм примерно. Давайте проведем эксперимент. Завешиваем эти продукты. Начало. Тайский. 3,633. 3,621. Разница получается... 12 грамм получается разница. Металлическая банка. 3,767. 3,783. Это получается 67,3, 16 грамм примерно. Поэтому это вполне нормальная абсолютно допустимая погрешность. Там 15-20 грамм плюс-минус. Это вполне нормально для этих продуктов. Итого, все что происходит с Эдемицу вполне объяснимо. Все изменения это только идет на пользу покупателям. Поэтому можете смело покупать этот продукт. Что касается поделок. Поделок по Эдемицу огромное количество на рынке. Особенно что касается 5W30, 0W20, там дейлок и так далее. Вот у нас тоже есть, в частности, здесь поддельная Эдемицу стоит. Я делал несколько видео, которые посвящены японской таре. Все они актуальны для любого японского продукта. Поэтому можете посмотреть любое видео по металлической таре японской. Там я рассказываю об отличиях оригинальной японской упаковки. Они для всех абсолютно брендов одинаковы для японских. Без исключения. Есть также видео у меня отдельно по Эдемицу. Там я сравниваю оригинал с подделкой. Именно конкретно 5W30. Правда, достаточно старенькое видео уже. Поэтому можете ориентироваться по любому моему видео, которое касается японской продукции. Не попадайте на подделку. Покупайте оригинальные продукты. Покупайте в проверенных местах. И все будет хорошо. С вами был Антон Воронков. Надеюсь, это видео стало для вас интересным и полезным. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Жмите колокольчики. Всем пока. Продолжение следует...